Все, что происходит в последнее время, ну так кажется, является для нас полной и непосредственной угрозой. Абсолютно. Ждем в этой связи некий ответ от официальной Москвы. Пора остановиться просто американцам, пора остановиться и британцам, и задуматься о том, как жить нам на одной планете, о чем мы не раз уже говорили. Вначале пришел Путин, а потом пришел бессмертный... Вот я и говорю, что повезло. Нет. А нам нет, а нам пришел ину ковид. Посмотри, народ очнулся, вот что было важно. Поэтому Путину было на кого опереться. Да народ очнулся после того, как Путин пришел. Ни достоинства, ни свобода, ни Украина. Вообще страну превратили в какой-то дешевый балаган. За 11 лет после Майдана киевский режим окончательно лишил своих граждан и того и другого. Приехал он в Купинск и в Покровск, сделал снимок. И почему мы, во-первых, не накрываем из всех орудий вот эту территорию. Диктатор, диктатор, диктатор. Да никому вы не верите. Никакой диктатори в стране нет. И быть не может. Одним словом, у Пині відчай. Элити в розпачі – пропаганда нажахана. Саме це і стало причиною вчорашнього термінового коротенького виступу военного злочинця Путіна. Заяви Кремлевської плящі про те, що Росія може атакувати військові об'єкти тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти їхніх об'єктів, а також про застосування орешника чи ліщинки. Одним словом, насправді, є ознакою того самого розпачу. Путін знову намагається скалувати. Тут нічого нового. Та камон, ми вже все це і чули, і бачили, і, звісно, все зрозуміли. Я зараз не про Україну, а про світ в цілому. Вони ж безкінечно і так погрожують тією ядеркою кожного дня. Карибська криза 2. Ось чого хоче воєнний злочинець Путін і до чого прагне. Путін хоче Карибської кризи 2. І говорив вчора Путін не нами з вами, не українцям. Він всіма цими польотами, обстрілами, погрозами говорив із Заходом. Це був виклик на дуель американців. Тож наступний хід саме за Штатами. Дякую вам ситуацію. Смотрите, эта ракета, она не является межконтинентальной. Соответственно, це ракета средній дальності. І тому РФ не має обязательства делать нитифікацію насчет цього пуска. Але существує російсько-національний центр по уменьшению ядерної опасності, НЦУ-ЯО. Котори работають в автоматическом режимі і підтримую постійну зв'язку з таким, з такою ж системою, яка в США. І от в'явочному автоматичному режимі по цій системі було відправлено предупреждення за 30 минут до пуска. Тому що ракета мало і середній дальності. Тобто, росіяни так сильно хотіли налікати західи Америку, що попередили Америку про запуск ракети, а американці відповідно повідомили нам. Але головна мета, головна ціль всього того, що відбувається, це як меседж і сигнал. Остановіться, американці! Виводьте українців із України. Виводьте Україну з планети Земля. Виводьте атоми із молекул, кисень із атмосфери, сонце із сонячної системи. Москалій, а точніше Путін. Все пережити ніяк не може поразку Радянського Союзу в холодній війні. Самі ж росіяни настільки топі і неосвідчені, що вони навіть і не знають, що це таке. Але бояться і не можуть, буквально всикаються, показати, проявити свій голос проти дій Путіна. Тож цього разу воєнний злочинець хоче перемогти колективний захід. Йому здається, що ось там, десь в районі міста Дніпро чи у Києві, зарита кащеєва ігла НАТО. Хоча Україна навіть не є членом воєнно-політичного альянсу. А це означає, що війною проти нас він не те, що не виграє в цій холодній війні. Він хіба що свій бубинець відморозить. Так би мовити, старий хрін. Добре названня «Орешник», але й чітко показано, що протидії проти цієї системи не вистачає. Пора зупинитися просто американцям, пора зупинитися і британцям і задуматися про те, як жити на одній планеті, о чому ми не раз вже говорили. Становітість! Перестаньте наступати на Російську Федерацію. Всі мають всикатись. Сука, боятись росіян, боятись і до ногтю. Росіяни і війну почали, і ракети кинули, крилаті, балістичні, міжконтинентально, а ці тварі хахлився не бояться взагалі ніяк. Вони продовжують свій опір. Вони не втікають. А там, де є на фронті ще й шанс і можливість, ще й наступають. Я сьогодні не можу в Києві на манікюр записатись. Все розписано. Все розписано. Бабами геть плювати на погрози москалів. В них френч несвіжий, брови незроблені, корні відросли, чорна п'ятниця зрештою скрізь в магазинах із знижки. Вони цей орішнік на одному місці вертіли. У той час як за парєбріком. Бояться москалі навіть елементарно пост в соціальних мережах написати. Ви взагалі уявляєте, що відбувається? Межконтинентальна балістична ракета Орєшнік. І пост написать в Фейсбуці. Винять чорт. І вони все сподівалися, що ми будемо як вони. Оці лілі-пути вирішили взяти Україну та українців. Вбити нас так можна. Очевидно, озброєння. Пора батіть? Ні, ніколи. Ми, не ви, і вами ніколи не станемо. Українець помре в бою зі спроєю в руках. Тоді як москаль і народиться, і здохне навколишко. Ми говоримо, да не, ребят, все нормально. Ну, ви що, за стариками будемо? Ну, там пока... Которе радовалося тому, як грабили Донбасс. І як послали послачки, будуть говорити, о, смотри, а у мене тепер зарплата виросла. А у мене тепер пенсію два рази більше, да? А потім, коли в СССР будуть бандерівці, будуть говорити. Я, конечно, директор колхозу, у мене ж записано, що у мене брат герой войны, а он, да, у нього записано, що у нього брат бандерівць. Я ж говорю про контроль. А форма контроля уже, так сказать, не нашого умоделу. Ну, вот, опять же. Те, кто будет определять. І опять будет сидеть такой, жду на детский, і говорить, о, такі, знаєш, які пікейні жилетки, такі, о. Подожди, ми з недавнього времени соглашалися з нашою позицією, ми дожди контролювати все. Ми дожди контролювати все. Про население в вопросі. А что вы предлагали с ними делать? У меня есть чіткіе предложення. Очень чіткі. Но я сначала бы здесь разобрался со ждунами. Но здесь он... Вот все должно идти сначала отсюда, жесточевшим. Я согласен, я полностью согласен. Потому что они должны понимать, что если придет власть, власть не надо любить. Вот те, нам не нужна их любовь. Я про любовь ничего не говорил. Нет, просто мы очень часто пытаемся завоевать любовь. Как мы любовь Запада пытались завоевать, да? Ну вспомни, Россия же все время хотела, чтобы Запада... Давайте мы вам сейчас все объясним, и вы нас полюбите. Ага. Не надо нам этой любви, Игорь. Не надо. Русский человек все равно милосерден. Русский человек страдать привык, да? Вот его милосердие интересно. За счет его семьи милосердие? Я не говорю. Я не спорю, это факт. А может, русский человек должен быть справедливым? Сколько мы побеждали в войнах, а потом всех прощали? А вот поэтому мы и проигрываем всегда в миру, а побеждаем в войне? Может, в этом и вопрос? А может быть, у нас, так сказать, такое предназначение у нас, что ли? Ага, то сейчас очередной раз победить в войне, а потом проиграть ждунам и подонкам. Я не говорю, что ждунов надо зачищать. Минут, откуда появился очередной 14-й год? Это же набор ждунов, которые вылезли. У нас была такая страна. Какая у вас была страна? Страна, которая воровалась с 91-го года, предавалась с 91-го года. Но, Игорь, так же. Мы же были такие же. Мы же все бежали. Мы все были одинаковые. Мы все были одинаковые. Но мы в какое-то время остановились, и нас остановилось. Вам повезло, а нам нету. Это не категория повезло, это был бессмертный полк, когда мы поняли, кто мы и что мы. Бессмертный полк пришел после Путина. Подождите, вначале пришел Путин, а потом пришел бессмертный полк. Вот я и говорю, что повезло. А нам нет, а нам пришел Инукович. Посмотри, народ очнулся, вот что было важно. Поэтому Путину было на кого опереться. Да народ очнулся, потому что Путин пришел. Яки ждуны. Чи взагалі они памятают, что Украина, украинский народ, сделали свой выбор, проголосивши незалежность Украины. Это было за долго до 14-го года, но это снова такая глубокая-глубокая история. Вдумайтесь в ті слова, которые говорит сам Соловьо. Россия програє в миру, но выиграє в войне. Они ж геть навіть не приховують, что, чтобы не сталося в будущем, они будут воювать, вбивать и вмирать. Безконечно. Свои гнати на забей, але за что и навіщо? Чтобы отримати Донбас? Это так Путин завдейвки будет володарювати світом. У Бахмуті він планує поставити ракети великого радіусу дій міжконтинентальній и развернути їх на Вашингтон. За что вмирає це сміття? Хоч один хтось задастся цим питанням? Чтобы началась третья світова и весь мир уже в результате просто разбив Россию? У нас специальная военная операция. После 10 лет, прошедших за госпереворотом, когда и Путин, и мы все старались объяснить Западу, что он не туда идет, поддерживая вот этот вот нелегитимный режим, да еще затягивая его в НАТО, когда все это началось, уже специальная военная операция, они стали, вот мы же вам говорили, надо было Украину принять в НАТО, тогда бы на нее не напала ракети. Вот у них такой был посыл. А сейчас уже эти сценаристы, сценаристы развития ситуации говорят, вот сейчас что-то, уже начинают понимать, что от Украины останется какая-то часть, и вот надо, давайте сейчас остановимся, а эту часть примем в НАТО. А другие говорят, нельзя останавливаться, надо Путина добивать, потому что, если его не добить, он нападет на нас, на всех. Где логика? То вы говорили, что прием в НАТО гарантирует тебя от нападения, а то сейчас мы на всех будем нападать, и, понимаете, это та же, вот, абсолютно конфронтационная логика вбивается в головы обывателей. А потом под эту сурдинку принимаются решения еще 10 миллиардов дать Украине, еще военный бюджет увеличить, ну а население затягивает пояса. Я таки, ну, дуже розумію, яка така частинка залишиться від України. Я все-таки нагадаю, що росіяни контролюють 20% в наших територіях, 80% за нами. При тому, ці 20% – це фактично все те, чи більша частина того, що росіяни окупували і захопили в 2014-му. Це Донецько-Луганська область, і це типсово окупований півострів Крим. Про яку таку частинку йде мова? А далі ви взагалі будете здивовані. Я не довіряю західним медію. Я знаю, що це вкити, за цим не стоїть ніяка правда, але, виявляється, якісь західні чиновники вже заговорили про те, щоб передати ядерку Україні. А? Як вам таке, Ілон Маск? І ви здивуєтесь, але замість мене нас кинулись втішати самі російські пропагандисти. Я, чесно кажу, сама в шоці. В шоці. Мовляв, поки Дід Байден мямлив, що не є правдою. О, Трамп – справжній альфач. І він буквально завалить Україну озброєнням. В цьому є своя логіка, але ми не знаємо, що насправді зробить Дональд. Головне – це збагнути. Попереду нас чекає щонайменше два тотальні місяці ескалації. Дуже складні. Поки один президент – це кульгава качка, а інший не заступив на свою посаду, то москалі будуть використовувати цей час проти нас і проти колективного заходу. А далі ми побачимо, в кого ж арешнік міцніший. Якщо ми говоримо о наличі у них військової составляющі, т.е. боєприпасів, техніки і т. д. Я тут абсолютно не розділяю оптимізм многих наших соотечественників. Нормально, да щас Трамп прийдет, по-любому у них уже столько всего не буде. Все есть, все поставляється. І мало того, Трамп при нашій возможній симпатії к нему, як к чоловіку традиційних взглядів, хоча б, а не такому упорю глобалісту, то, тим не мене, це бізнесмін, який чітко определяється по взглядам «выгодно-невыгодно». А якщо ми посовемо на іллюстрацію, якщо можна її показати по главним спонсорам того ж Трампа на выборах, то ми прекрасно увидим, що в топі його списка вверху знаходиться маса компаній, там, начиная от условного General Electric, Лохик Мартин, Нортрон Груман, Рейтен і т. д. Все це непосредственно предприятия ВПК. Именно вони, предприятия реального сектора економіки, военого сектора економіки, давали ему деньги. Неужто вони давали ему деньги для того, щоб никаких заказів не получати в будущем? Ну, мені кажеться, це точно не по-американски, і подобні вещи вряд ли можуть произойти. Опять же, вспоминая наш с Вами ефір, просто у нас, как бы, знаете, вот достаточно посмотреть вот такую ретроспективу передач ваших ефиров, щоб увидеть тот же отсыл к Financial Times, когда четки давались цифры, сколько людей, на какие военные специальности необходимы с точки зрения производства. Инженеров, конструкторов, людей, дорабатывающих продукцию і т. д. Поэтому все будет, все дадут і будут давать. Ваши слова, Дабові Вуха. Ну, а зараз, друзі, буде п'ятихвилинка ненависть про Україну. Я, навіть, особливо не буду до неї підводитись, бо там все це авторство Соловьова. Там буде про те, що гідності в нас немає, свободи немає, що і людей ми втратили за ці роки, і території втрачаємо, дивно як, так, і завдяки кому. Але пам'ятай, пам'ятай горді українські народи, нам, навідмінно від великоросів, ніколи в житті не доводилось красти чужі унітази для того, аби попісяти. Попісяли в своє, на Сим і на Росію. Це дешевий балаган. За 11 років після Майдана київський режим окончательно лишив своїх граждан і того, і другого. А давайте посмотрим, ну, че удалось добиться. Ну, так, просто ради інтереса. А 2014 год, да? Мільйонів 45 населення? 42. Уровень жизни? Нормально, достойно. Достойно. Отличний був уровень жизни. 13-й год був самый лучший. Конечно. Лучший год був, да? Ну, так аналогия с Российской империей. Территорий 13-й год. Ну, полностью 600, сколько там, тысячи лишних квадратів? 600, 3000 квадратів кільометрів. Станція метро открывали. Откровали станція метро, да? А если я правильно помню, только недавно прошел чемпионат Европы по футболу, да? Были в стадионах, да? Большое количество туристов, построенные стадионы, дороги, достигниться, было поезда. Потом 11 лет свободы, независимости, прыганье на Майдане, обещание, что будут пенсии по 5000 евро, кружевные трусики на голову. И как? Результат какой? А вот так. А вот так, да? То есть, где-то минимум процентов в 20 с лишним территории ушло, да? Ну, по Успорту случается больше 100 тысяч квадратных километров. Ну, да. Говорят, 140 уже, помню. Ну, короче, тут... Я считал, ну, 25 процентов. Ну, больше 20 процентов. А с населением что? С населением что? А его никто не посчитает. Ну, где-то процентов, ну, минимум 40 ушло, да? По 50. 50 процентов. В лучшем случае, если по 50. В лучшем случае. Это считайте всех, кто остался в России. А как свободы прессы? А нету свободы прессы. Ни прессы, ни свободы. А свободы прессы хорошо, без свободы прессы. Да. А как свободными выборами? Ах, выборов. А с партиями? А, да, да. В 13-м году много партий было запрещено? Даже коммунисты были. Даже коммунисты были. Мне это, знаете, напоминает такую сцену, как бабки на лавке у подъезда сидят, как проститутка, да, проститутка шмара. Ужасно, да, ужасно. Мы даже говорить не будем про то, как чудово и прекрасно жити, по-перше, в Российской Федерации. Ну, что людям довелося красить наши биоречки. А, по-друге, как они залили и засипали золотом темпсово окуповані территории. Но, правда, когда они перераховывают наши территории, наших людей, нас же могло, в принципе, быть набагато больше. Нас вбивали голодомором. Мы вижили. Потім окупація подчас Савка. Нас душили російськими політиками уже всередині незалежной Украины. В нас были насаджені президенти гниди. Проти нас начали войну. Вели войска. Ааа, сколько всего можно еще сделать? Что еще мает Россия, чтобы выиграть? выиграть и переграть украинцев. О, точно! Можно, например, убить президента. Что-то так и кое-то. Не уже самі москалі цими вкидами, они визнали, что Зеленский – это целый батько нации, это пуп земли, володарь всей Украины. Если с ним что-то станет, тогда точно все. Это так они в своей логии малюют. То вы разберите, он наркоман и марьонетка Заходу, а от же Заход просто узнать, когось іншого поставить, чи воно так не працює. И убивство президента не спинить супроти всієї краяни, бо не президент отправил украинский народ на войну захищать свои территории. Он приглядает историю Бандеры. Его убили, и что? Москалі досі его шукают. Та досі всекаются від одного его имени, я уже мовчу про силу его портрету. Продолжаем эфир. Итак, вопрос. Друзья, который повис в воздухе на самом деле уже не первый раз. Вопрос звучит следующим образом. Приезжает такой Зеленский в населенный пункт, который совсем скоро, ну, по идее, да, мы надеемся, хотя и уверены в том, что скоро станет нашим. Но вот приехал он в Купинск и в Покровск, сделал снимок. И почему мы, во-первых, не накрываем из всех орудий вот эту территорию, зная, что Зеленский там уже уехал. А не знать мы об этом не можем. Почему так уверены? Ну, потому что. Потому что. Говорили компетентные люди. Хорошо, прекрасно, но только у меня есть сомнения. Обычно, если подобного рода мероприятия организуются, то мы о них узнаем уже постфактум, когда он уже уехал, и только после этого публикуется какая-то информация, вот, смотри, на передовой. Когда он там был? Дня три назад. Четыре. То есть ты нашу разведку, вот, не хочется говорить, за идиотов держишь, да? Почему за идиотов? Ну, тем не менее, как-то это выглядит не очень приятно, скажем так. Я думаю, что там удивились, Станислав. Конечно же, мы знаем, когда Зеленский приезжает на передовую, где он находится и сколько времени. Безусловно. То есть ты уверен, что сознательно игнорирует его присутствие? Конечно, конечно. И не наносит удары? Володя, а давай вспомним, как он приезжал и без броняков ходил по тем местам, где даже опытные люди броняк надевают или вообще туда не суются. Я, кстати, без броняка не помню его. Были фотки, можешь найти. Был он. В местах не хочется говорить, в истории отдаленных. Был, был, был. Ну что, давай. Давай дальше. Безумовно. Настолько знает все прекрасно російська розвитка, что они не только знают, когда президент Зеленский едина фронт. Они даже знали, когда Збройные силы Украины, в який день, в який час, зайдут на территорию Курцької области, они решили, что вот такая информация, знаете, неважливая. Да-да, конечно, они не упоряты. Как знали и про то, что будет происходить в Крокус-святихоле. Они готовились до цього теракту, но так просто сталося. Дуже зручно, знаете, задним числом рассказать про все те, что они знали и не сделали. При этом эти упоряты еще, они же самозаводные. От правда. Ничего делать, сказать не нужно. Все сделать за нас. Мы уже, виявляються, без пяти хвилин, как ядерная страна. Нарешті. У тому сенсу, что не брудную бомбу мы створюем самостоятельно, а нам прям подаруют, прям дадут доступ до одного зарядика, а может и не одного. Ось чому Росія, виявляється, має окупувати всю-всю-всю Украину. Бо иначе мы будем ставить для них загрозу, хотя, ядерное оружие есть в Европе, Украине, НАТО. И если оно будет в нас, то это не принципово. Но окей. Ядерка так. Ядерка. Идет о тактическом ядерном оружии, то у нее, напомню, тоже есть система электронных, так называемых, замков, Permissive Action Links, ПЭЛ, так называемые. Тогда они должны будут передать ПЭЛы Украине, как они, кстати, вели переговоры с Пакистаном в свое время об этом. Тогда для нас это уже прямая и непосредственная угроза. И тогда уже, действительно, речь может идти только о полном занятии территорией, чтобы не дать реализовать подобный потенциал. Все, что происходит в последнее время, так кажется, является для нас полной и непосредственной угрозой. Абсолютно. Ждем в этой связи некий ответ от официальной Москвы. Фискова только что был задан вопрос, как мы будем реагировать теперь еще и на Storm Shadow. Ранее стало известно, что 6 Атакамс били по территории Брянской области спустя сутки Байден дал добро на использование Storm Shadow по нашей стране. Фисков дипломатично, мы понимаем, что отвечать будет не про секретарь российского президента, а военное ведомство по части своей компетенции, он дипломатично зафиксировал, что это очевидная эскалация. Вот знаете, зрозумите, мы направлены аж страшно за них. Вот бедные ци москалины счастливы, все им небезпека и небезпека, бьют по нам, я еще раз нагадую. Ни я кого сегодня до биса манюкюру не попаду, а в них небезпек, жах, страх. Притом, дивите, яка цікава история. Американцы передали нам ракеты, чим нібито разорвали угоду из Росии, каже военно-злочинец Путин. А те, что он же передав ядерку Белоруси, то таки, да ничего страшного. Кому яка разница, что суверенна Росія робить. Притом, я даже не знаю, кто больше пород из них, Пу или Лука. Они же обидвои одни яйцеви брати-диктатори. Хоча Санлука, який узурпував багато-багато десятиліть тому владу, влаштував справжній терор білорусам, каже, та Білорусь при мені, то є колескою демократії, свободу, рівність, права. Одним словом, поки увесь світ летить в тар-тарари, я пропоную вам послухати самопроголошеного. Диктатор, диктатура, да, нікому ви не вірте, нікакої диктатори в країні нет. І біць не може. Не може біць. Знаєте, чому? Тому що, для того, щоб бути диктатором, у тебе додожні бути рычаги диктатури. Ну, а які у мене рычаги диктатури? Та, америкосы придумали. Диктатор, диктатор. А як я можу Америкою диктовати? Сьогодні Трамп, Байден і пройці не можуть диктовати, котре более 30% ВВП в мире производят. А я чем могу диктовати? У нас самая сильная экономика, що я можу прийти там в Россию или в Китай там ногой топнуть, сказати, делайте так. Нет, глупості це все у тебя нет. Допустим, як Іосиф Миссарионовича, історики знають, Сталіна, він мог быть диктатором. Или Гитлер там, він мог быть диктатором, всю Европу, вся Европа была под пятой, його все там боялись і прочее. А у меня що є? Я це четко розуміюю. Ні якої диктатури немає, і мені це не потрібно. Ну, по-перше, цікаво, що диктатор Лукашенко каже, щоб бути диктатором треба щось диктувати США. Ні, це не так. Можна диктувати просто в своїй країні, як Кім Чен Ін, наприклад. Або поєдний злочинець Путіна. З іншого боку, цікаво, в який одразу він сам себе поставив синонімічний ряд. Сталін, Гітлер. Але вже не про них. Наостанок розкажу вам із важливого і веселого. Виявляється, що окрім цієї заяви Лукашенко у відповідь на заяву воєнного злочинця Путіна про Арєшник анонсував і свою секретну зброю пюрешник. Тож, чекаємо, коли все це теж відправиться по західним столицям. На цьому, друзі, все. Не забувайте донатити на Збройні сили України, посилання на наш збір в нас в описі. Коментуйте, почутте і побачите. Лишайте лайк цьому випуску і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанове Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі! Дякую за перегляд!